Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую и приглашаю в свою скромную творческую студию Арктиви в Ютубе. На мониторе моего, слава богу, рабочего компьютера боксёрская тема. И начну сразу с СМС. Сейчас это принято и, буквально процитирую, получил от своего, можно сказать, коллеги по родному виду спорта боксу от Владимира Швендиха из Донецка. Дэви, вы, пожалуйста, если вас не затруднит, пришлите мне ваш рассказ о донецком боксе, тренерах, о боксёрах. Искренне благодарен вам, Володя, за такую просьбу, которая невольно подвигла меня по волнам моей памяти в этакие добрые раунды воспоминаний о боксе Донбасса, о замечательных годах развития бокса Донбасса. Воспитанники ринга которого становились известны в Украине, в Советском Союзе, в Европе и мире. В 1984 году я написал такую книгу «Большой ринг республики». Так вот, в этой книге есть целая глава, которую так и назвал «Чемпионы из шахтёрского края». Я вам процитирую кое-что. В начале 70-х годов тонн на республиканском ринге всё чаще стали задавать боксёры Донецкой области. Год от года они улучшали свои результаты, и к 80-м годам шахтёрский край Украины вполне справедливо считали уже одним из самых боксёрских в стране. В Шахтёрском крае воспитано 4 заслуженных мастера спорта СССР, 22 мастера спорта СССР международного класса, 260 мастеров спорта СССР по боксу. В их активе серебряная медаль Игр 22-й Олимпиады, 2 бронзовые медали первого чемпионата мира, 7 золотых медалей чемпионатов Европы, 13 золотых наград на чемпионатах страны, 4 золотые медали победителей молодёжного первенства Европы, 2 призовых места на юниорском первенстве мира, «Золотая медаль чемпиона мира и обладателя Кубка мира в первом тяжёлом весе». Те, кто знает историю донецкого бокса, конечно же догадались, это Саша Ягубкин, царствие ему небесное. Первый среди украинцев чемпион мира. В моей книге нет фотографий, только лишь форзац оформлен небольшими снимками. На одном из них Саша Ягубкин со своим тренером Александром Котовым и ему уже земляпухом. Остановленное мгновение, как говорят о фотографиях. Снимок тоже на одном из форзацов моей книги. Справа Александр Ягубкин. В книге есть глава о Саше Ягубкине, которую я назвал «Звезда с Петровки». Но начиналось всё, естественно, не со звёзд. И об этом я рассказываю в своей книге «Боксёрская юность Донбасса». Это было весной 1935 года. В сталинском драматическом театре проходил слёт мастеров тяжёлой атлетики. В шахтёрский край из Москвы приехали известные боксёры, борцы и штангисты. В театре, что называется, яблоку негде было упасть. Такой огромный интерес вызвали выступления столичных спортсменов. В числе местных мальчишек, каждый вечер умудрявшихся протискиваться в театр сквозь толпу, чтобы увидеть взаправдешних мастеров, был и восьмиклассник Вася Шкода. Василий Шкода был другом нашей семьи и знал вашего покорного слугу, как говорится, с пелёнок. Вот это из семейного архива 1935 год. На руках у отца, земля ему по ухам, Аркадий Бакман. Первый в Одессе мастер спорта СССР. Один из первых в Украине и первый среди украинских боксёров призёр чемпионата СССР. Сборная Украины. 1954 год. Впервые стала обладателем Кубка СССР. Крайне справа Василий Шкода. Один из тренеров прекрасной украинской сборной, которую тренировал и мой отец. Пятеро его учеников входили в состав этой команды. Уже цитировал вам строки из книжки об успешных выступлениях боксёров Донбасса в 70-х, 80-х годах. И справедливости ради вспомню добрым словом Рафаила Михайловича Городецкого. Он в середине этой тройки. Царствие ему небесное, земля пухом. Это мы с ним в Нью-Йорке встречаемся с Виталием Кличко. Так вот, Рафа Городецкий в середине 60-х годов, работая гостренером по боксу Спорткомитета Украины, начал приглашать в Донбасс талантливых боксёрских тренеров. Среди тех, кто был приглашён, и Юрий Вадимович Бухман, заслуженный тренер СССР. Царствие ему небесная земля пухом, участник Великой Отечественной войны, награждённой многими боевыми орденами и медалями. Интеллигентнейший человек, замечательный тренер подлинно с большой буквы. Мой друг и коллега Миша Завялов, тоже один из приглашённых, и чему способствовал и Рафа Городецкий. Так вот, Миша начинал свои украинские шаги с тогдашнего Жданова. Прекрасно помню созданный в те годы замечательный боксёрский зал на заводе «Азовсталь». Среди приглашённых в Донбасс хочу назвать ещё одного человека. С моей точки зрения ветераном в равной степени российского и украинского бокса смело можно назвать Олега Валентиновича Гуськова. Он крайне слева на снимке. Вдумайтесь о годах и, так сказать, широких просторах этого человека, который родился 27 декабря 1931 года во Владивостоке, а в 1965 году, то есть в 34 года, за успешную подготовку российских боксёров к чемпионату СССР Гуськову уже было присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации по боксу. Неудивительно, что такого уровня специалист, через два года получив приглашение, пополнил тренерский коллектив боксёров Донбасса, где 25 лет к ряду возглавлял Донецкую городскую федерацию и сборную республики украинских трудовых резервов. А трудовые резервы задавали в те годы тонн на всесоюзном ринге. Как говорится, заслуженным заслуженная честь. Мы ещё с вами будем говорить о звёздах ринга, воспитанных тренерами Донбасса, которые прославили не только шахтёрский край, но и боксёрскую Украину, да и страну советов на международном ринге. Будем говорить об их тренерах. Но прежде я хочу и, полагаю, должен сказать добрые слова о моих близких донецких друзьях, которые ушли в мир иной. Не сомневаюсь в том, что многие из вас поняли при одном видеобложке этой книги Юрий Пащевский с боксом на всю жизнь. О ком именно сейчас пойдёт речь. Фотография из книги Юры Пащевского «Царствие ему небесное». Он на этой фотографии единственный при галстуке, как и подобает директору ЦБНТИ. Главу в книге о своём многолетнем друге Юре Пащевском я назвал президент и его коллеги. И пока вы будете смотреть фотографию, я процитирую первые строки из этой главы. В приёмную директора ЦБНТИ вошли трое молодых людей. «Мы к нашему президенту», – сказал один из вошедших. «Я так и поняла», – улыбнулась секретарь. «Но вы, наверное, знаете, сейчас у него горячее время. Приметь ли?» «Спортивных заслуг этой тройке вошедших хватало бы на целую боксёрскую команду. Все трое – заслуженные мастера спорта. Среди их наград – золотые медали чемпионов СССР, Европы, мира, серебро Олимпийских игр. Юрий Григорьевич, у вас в приёмной Засыпко, Мирошниченко и Ягубкин. «Пусть заходят», – раздался из динамика голос директора. Иллюстрация из этой же книжки. Слева победил донецкий боксёр. Международный матч Катовицы-Донецк. Надеюсь, узнали судью международной категории Юрия Пащевского. А справа внизу – отец и сын Дмитрий Пащевский. Домашний боксёрский музей. И ещё раз к этому снимку и несколько строк из этой главы. Я был свидетелем этого разговора. Знал, что в те дни у директора ЦБНТИ не то что дни, сутки были расписаны по минутам. Шутка ли? Донецк готовился принять представителей свыше ста крупнейших угольных фирм мира. И весь аппарат Бюро научно-технической информации, Впрочем, как и все службы Министерства угольной промышленности УССР, был задействован в подготовке международной выставки «Уголь-83». И ещё строки из этой же главы. Он кого хочешь обратит в боксёрскую веру, Так говорят в Донбассе о председателе боксёрской областной федерации Юрия Григорьевича Пащевском, которого здесь все называют наш президент. Мне рассказывали, что когда донецкому тренеру по боксу Анатолию Коваленко, одному из первых в республике, было присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Украинской ССР», и друзья поздравляли его, он вдруг просто, без всякого жеманства сказал, «А знаете, ребята, если по справедливости, то первым в Донбассе это звание должен был бы получить наш президент». И все согласились с Коваленко. Сказано это было не ради красного словца, а искренне, от всей души. Стоп-кадр для вас. Видео моего канала. Очень дорогая моему сердцу и памяти работа одной из видео моего канала в Ютубе. «Боксёрское братство». В середине ваш покорный слуга. В ту пору судья всесоюзной категории по боксу. Двое моих друзей. Слева Владимир Белоусов, мастер спорта, многолетний президент Федерации бокса Украины. Царствие ему небесное. Трагически погиб в автокатастрофе. Справа Вилли Конопко. Земля ему пухом. Мастер спорта по боксу. Известный в свое время завкафедра в медицинском институте, которого любили и преподаватели, и студенты. Да и как можно было не любить этого влюбленного в жизнь человека с чувством юмора и прекрасными руками хиропрактора, который помогал людям. Вилли говорил, что талант хиропрактора – это у него от мамы. Земля и пухом давным-давно, и он ее очень любил. А мы с Пащевским, к слову сказать, очень любили Вилю. Монитор моего рабочего компьютера. 11.44 утра в Филадельфии. Вторник, 21 июля 2020 года. Работа над раундами памяти о донецком боксе, слава Богу, продолжается. Обратимся еще раз к книге Юрия Пащевского с боксом. На всю жизнь, о которой я уже говорил. Точнее, к некоторым иллюстрациям этой книги. Остановленное мгновение соревнований по боксу в Донецке. Вы видите жюри слева направо. Судья международной категории Владимир Ингибарян. Легенда отечественного бокса. Судья международной категории Юрий Пащевский. И судья всесоюзной категории Юрий Бухман. Царство им небесное всем троим. Оставили о себе яркий след. И не только в боксе. В порядке ремарки замечу, что в 1965 году, переехав из Одессы в Киев, подался уговором своих друзей Рафа Городецкого, который был тогда гостренером спорткомитета Украины, и президенту федерации бокса, простите, Володе Белоусову, о котором тоже говорил, царствие им обоим небесное. И вот уговорили возглавить украинскую коллегию судей по боксу. А я был уже в ту пору судьей всесоюзной категории. Но не о себе любимом. Хочу сказать, что вспомнил я об этом только для того, чтобы сказать, когда соревнования проводились в Донецке, в Жданове, в других городах Донбасса, и мне довелось быть главным судьей этих соревнований, либо рядовым судьей в ринге сбоку. Но запомнилось, что я доверял донецким судьям, их порядочности. Люди на Донбассе такие, они, как в словах замечательной шахтерской песни, что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был. Так вот, люди, воспитанные в трудовых семьях на порядочности, на товарищеском отношении друг к другу, на помощи друг другу и на благодарности тем, кто их воспитал, своим учителям, тренерам. Вот это мне запомнилось. А ещё воспоминания тренера, потому что 8 лет были отданы боксу в Одессе, где был старшим тренером облсовета ДСО «Спартак». И помню, что когда на пары боксёров, в которых участвовали мои ученики, сбоку в рингеле судили судьи Донецка, было чувство доверия. И ещё несколько фотографий из этой книги. «Морж» Юрий Пащевский. Из той же книги, надеюсь, ветераны бокса узнали её. Сейчас познакомлюсь с текстовкой, и всё станет ясно. Ведущая многих программ международных профессиональных матчей Наталья Пащевская. Помнится, Юра гордился своей дочкой Наташей. О боксе Донбасса обратимся снова к моей книге, к её содержанию, а точнее к разделу «Чемпионы из шахтёрского края». «Боксёрская юность Донбасса». Мы уже коснулись её. Я рассказывал о том, что Василий Шкода в 35-м году, тогда ещё восьмиклассник, знакомился с боксом. Делал свои первые шаги. Президент и его коллеги. Мы говорили с вами и о Юре Пащевском. Ну, а теперь очередь с эмблемой «Азовск-стали». В этой главе я рассказываю о Володе Харченко. В замечательном, с моей точки зрения, человеке и прекрасном боксёре-воспитаннике Михаила Завялова, о котором сегодня будем ещё говорить. Дальше у нас баллада о чистой совести. Это о Владиславе Засыпко. Но пока пропустим эту главу, вернёмся к ней позже. Капитан и комсорг сборной. Итак, напомню, глава из моей книжки называется «Капитан и комсорг сборной». Не сомневаюсь, что боксёры, ветераны, конечно же, догадались. Речь пойдёт об Анатолии Климанове. Царствие ему небесное. Земля пухом. Обаятельный человек. Умница, блистательный боксёр, с которым мне всегда было интересно общаться. Процитирую вам несколько строк из этой главы, капитана и комсорг сборной. Бои Климанова доставляли огромное удовольствие истинным ценителям высокого мастерства. Как-то на соревнованиях по боксу мы сидели рядом с народным артистом СССР Михаилом Водяным. Большим поклонником боксёрского искусства. Царствие ему небесное этому блистательному актёру Аперетты, которого, к слову сказать, журнал-театр назвал королём Аперетты. Я имел честь много лет дружить с ним, и это была настоящая мужская дружба. Впрочем, уверен, многим моим подписчикам фамилия Михаил Водяной мало о чём говорит. А вот если я напомню одну из любимых его ролей, сыгранных в фильме «Свадьба в Малиновке». По Пандопула, и уверен, многие из вас сразу же поймут, о ком согласятся со мной, о каком именно великом актёре мы ведём речь. Ну а теперь закончу цитату. Популярный актёр, глядя на возню какой-то пары, выросил мнение, что не следовало бы показывать публике таких бесталанных бойцов, ибо это плохая пропаганда бокса. А когда в тот вечер на ринг поднялся Климанов, мой сосед воскликнул «Высочайший класс! Вот такой бокс и надо показывать, ибо не только театр имеет свои зрелищные требования, но и спорт». Состоялся ли Климанов как боксёр? Однажды, когда, как говорится, его перчатки уже были повешены на гвоздь, я задал Анатолию этот вопрос. О себе говорить трудно, ответил он, но всё же чувствую, что мог выиграть и Олимпиаду, и Чемпионат мира. Жаль, что на этих соревнованиях мне ни разу так и не удалось выступить в своём оптимальном втором среднем весе. К тому же обидно, что слишком рано меня оставили за бортом сборной. Для того, чтобы вы имели представление, как боксировал Анатолий Климанов, я нашёл в соцсетях его бой на 21-х Олимпийских играх в Монреале, это был второй его бой, со Спинксом. Леон Спинкс – известнейший американский боксёр, который выиграл ту Олимпиаду. Но посмотрите, чтобы вы имели представление фрагмент боя Климанов-Спинкс. Олимпиада в Монреале, 21-е Олимпийские игры. И это, как свидетельствовала пресса, специалисты, был одним из самых ярких боёв на Олимпийских играх. Напомню, полутяжёлый вес Анатолий Климанов, он в белых трусах. Ну, естественно, майка тёмная, красная, потому что форма сборной СССР. И Леон Спинкс – знаменитый американский полутяжеловес. Климанов не в своей весовой категории, но обратите внимание на его манеру. Введение боя он в ближнем бою и обыгрывает американцев. Видите удары? Как точно Климанова удары проходят сквозь защиту американца. Я уж прошу прощения, не моя вина, что плёнка не очень высокого качества, но думаю, что вы всё-таки получаете какое-то представление манеры ведения боя Анатолия Климанова, блистательного боксёра, которым гордились тренеры. О них речь впереди. Кадры второго раунда. Хорошо его провёл Климанов. Ну, а третий был похуже. Третий раунд Климанов проиграл. И бой проиграл. Но, напомню, Леон Спинкс стал чемпионом Олимпийских игр в Монреале. А теперь доброе слово о тренерах Анатолия Климанова. Анатолий Климанов со своим первым тренером. Климанов родился в Харькове, там же увлёкся боксом, и его первым тренером стал Борис Андреев. Вы видите на этом снимке в углу отдыхающего Климанова со своим первым тренером Борисом Андреевым. Борис Андреев, чемпион Украины довоенных лет, участник Великой Отечественной войны, на наградной ленте Андреева среди боевых орденов и медалей и две красные звезды. Андреев воспитал немало блистательных боксёров, но прислушайтесь к словам этого замечательного человека и прекрасного тренера. Чемпионы были и Советского Союза, и чемпионы Украины. Много было, и сейчас есть. У меня каждый год чемпион нашей страны, Украины, но это не главное. Главное, чтоб был человек. Борис Андреев. Эти слова принадлежат этому замечательному харьковчанину, царствие ему небесное. Один из форзцев моей книжки и с небольшими иллюстрациями. Сейчас попробуем рассмотреть на одном из них Климанов в углу, и один из его секундантов слева, Михаил Завялов, у которого он начал тренироваться после своего переезда в Жданов. Это было в 70-м году, когда Анатолий женился на своей однокласснице. Ларисе и молодая семья переехала в Жданов. С моей точки зрения, конечно же, Климанову повезло с тренерами, педагогами. Я уже цитировал слова Бориса Андреева, а сейчас познакомлю со словами заслуженного тренера Украины и Советского Союза. Напомню, глава в моей книжке «Большой ринг республики» об Анатолии Климанове называется «Капитан и комсорг сборной». Процитирую. Слова, как уже говорил Михаила Завялова, «С Климановым мне повезло, он рос как боксер, а я вместе с ним, как тренер. Толя ничего не воспринимал на веру, все должен был осмыслить сам и убедиться в пользе того или иного упражнения. Редкое трудолюбие, полная самоотдача на тренировках и в боях, железная воля, самодисциплина, и во всем чувствовалась рука его первого тренера, опытного педагога Бориса Константиновича Андреева, который дал парню хорошую школу», сказал Михаил Завялов. «Вдумайтесь в эти слова моего друга и коллеги Миши Завялова. Один тренер говорит о другом одного и того же боксера добрые, очень человечные слова «благодарности». Потому что наш с вами родной для меня вид спорта воспитывает прежде всего людей. И это далеко не единственный пример. Дальше надеюсь познакомить вас с подобными взаимоотношениями людей бокса между собой. Однако вернемся к личности Анатолия Климанова. Один из ярчайших боксеров двадцатого века Анатолий Климанов. Он родился в Харькове в 1949 году. Умер в Киеве 2 марта 2009 года. Рано ушел в мир иной. Ему было 59 лет. Обратимся снова к разделу «Чемпионы из шахтерского края» и вслед за рассказом капитан и комсорг сборной следует «Динамовский класс». И этот рассказ я посвящаю памяти известному в мире бокса человеку. Ровно год тому назад 23 июля 2019 года я читал с болью, горечью эти строки на 83-м году жизни скончался легендарный украинский тренер по боксу Анатолий Коваленко. За свою жизнь он помог многим спортсменам добиться успеха. Об этом сообщил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завялов на своей странице в Фейсбуке. Завялов подчеркнул, что Коваленко лучший тренер Украины по боксу, который подготовил целую плеяду чемпионов. Любимые его ученики, как поется в замечательной песне. Остановленное мгновение и на снимке справа вы видите Анатолия Коваленко, посредине Виктор Мирошниченко, о нем речь впереди и Саша Ягубкин. Знаменитые братья Ткаченко со своим тренером, о них тоже сказано в главе Динамовский класс. Анатолий Коваленко подготовил 20 мастеров спорта, в том числе 4 мастеров спорта международного класса и 2 заслуженных мастеров спорта. Я думаю, что мои единомышленники, а таких среди моих друзей подписчиков слава богу немало, согласятся со мной в том, что такие тренеры, как Анатолий Коваленко, по большому счету, своим трудом прокладывали путь для боксеров новой формации, таких к примеру, какими стали в наши дни 21 века Василия Ломаченко и Александр Усик и многие другие. Дорогие друзья, боксеры всех поколений нежно любимого мною Донбасса. Мысленно я в вашем замечательном шахтерском крае изо всех сил пытаюсь по волнам моей памяти, как говорится, восстановить замечательные раунды боксерских встреч с донецкими боксерами, тренерами, судьями в разные и в разные годы. И это я знаю для доброго дела, которым занят Владимир Карлович уже десять лет к ряду, как мне известно, который готовит замечательные видеорассказы и несмотря на расстояние через океан я чувствую огромное неуемное желание Владимира Карловича сделать очередной фильм о боксе, боксерах, тренерах. Ну как в данном случае не помочь и в меру сил своих и возможностей не внести свою лепту в это доброе дело? Вот я и продолжаю трудиться над своими раундами памяти о боксе и боксерах Донбасса. И сегодня 23 июля 2020 года. И как в этот день не вспомнить, что ровно год тому назад, 23 июля 2019 года, на 83 году жизни ушел в мир иной Анатолий Коваленко. Царствие ему небесное, земля пухом. И я решил в память об этом выдающемся человеке, тренере, подлинно с большой буквы сегодня выложить материал на свой канал в Ютубе, пусть это будет первая часть, посвященная годовщине памяти Анатолия Коваленко. А в своем блоге на сайте Динамо Киев от Шурика выложить главу, которая называется Динамовский класс. И, конечно же, дать ссылки для того, чтобы желающие могли почитать, больше узнать об украинских тренерах вообще и о том, о котором Миша Завялов сказал, что это лучший украинский тренер тех лет, об Анатолии Коваленко в частности. Смотрите видео, читайте публикацию, вспоминайте его, поминайте Анатолия Коваленко. Я продолжу работу над боксерской тематикой для своего канала в Ютубе и Бог даст, обязательно закончу свои раунды памяти о Донбассе о боксе, боксерах, судьях этого шахтерского края. Так что, те из вас, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал в Ютубе, а кроме того, вот какая мысль, если есть желание, я говорил о публикации в своей книжке «Большой ринг республики». А если будет от вас такое пожелание, я смогу сканировать и остальные главы из раздела «Чемпионы шахтерского края». Мне нравится, что на популярном футбольном сайте «Динамо Киев» от Шурика, где, повторяю, у меня есть свой блог, пишут не только о футболе. На этом сайте популярны и статьи о боксе, баскетболе, теннисе. Мне нравится, что этот сайт интерактивен. Каждый из вас может зарегистрироваться и оставлять свои комментарии. Более того, стать блогером этого сайта. Одним словом, дорогие друзья, от всей души желаю будьте все здоровы, благополучны. Повторю свое традиционное, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Сегодня, напомню, 23 июля 2020 года. Дорогие друзья, я не прошу никаких лайков, но буду признателен тем, кто будет оставлять свои комментарии. июля.